Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и сегодня мы с вами поговорим о презентации Xbox, которая прошла 25 января. Расскажу вкратце, что показали, какой был сюрприз, что не понравилось в показанных проектах, ну и так далее. Также хочу сразу выразить огромную благодарочку всем тем, кто был со мной на стриме до конца, и, как всегда, перед началом видеоролика ставьте лайк, подписывайтесь на канал и готовьтесь писать свое мнение о прошедшей презентации. И да, кстати, не забывайте подписываться на телегу, потому что там сейчас разыгрывается Хогвартс Легаси. Как по мне, игруха заслуживает того, чтобы подписаться на телегу. Ссылку оставлю, как всегда, в комментах. Но перед тем, как мы начнем, хочу рассказать об игровой платформе, которая предлагает тебе начать зарабатывать, играя в любимую игру. С каждым годом профессии игрового тренера и контентмейкера растут. В этой отрасли люди стали зарабатывать очень большие деньги. И пока что на рынке нет ни одной компании, которая бы тебе не просто предложила бы место для заработка без какого-либо опыта. Гарантированный заработок от 1000 баксов. А также обучила и дала доступы ко всем своим ресурсам и устроила на другие коучинговые маркетплейсы. Компания Легион Фарм приглашает тебя на работу мечты. Они лидеры рынка и у них просто море клиентов, которые нуждаются в коучинге в играх. Все очень просто, если ты любишь видеоигры и активно играешь в мультиплеере, то тебе реально может подойти профессия, игровой тренер и контентмейкер. На Легион Фарм геймер с любым игровым опытом и навыками может зарегистрироваться в этой программе и начать зарабатывать от 1000 долларов на своей любимой игре. Самые опытные тренера зарабатывают от 3000 долларов до 8000 долларов, играя в любимую игру. Вы можете сами перейти и посмотреть, сколько можете зарабатывать, исходя из своих данных. Помимо всего, вы получаете еще и гарантированный доступ к клиентам на Легион Фарм и помощь в процессе адаптации на платформах партнеров, а также гарантию на стартовый заработок. На самом деле, это уникальная возможность заинвестировать в себя и начать зарабатывать, достаточно играя в свою любимую игру, чтобы там снять квартиру, содержать семью и так далее. Если что, саму программу можно попробовать по подписке за 8400 рублей в месяц или записаться на полный курс гарантии стартового дохода от 1000 баксов. Его, кстати, можно взять в рассрочку и первый месяц Легион Фарм будет платить ее за тебя, до момента, как ты не начнешь зарабатывать. И чтобы посмотреть на то, как выглядит личный кабинет ученика и как проходят уроки, можно просто записаться на бесплатный вводный урок здесь же, чтобы окончательно понять, интересно вам это или нет. Поэтому, если ты хочешь начать зарабатывать играя в видеоигры, то переходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с Легион Фарм. Совсем недавно, а именно 25 января, прошло новое шоу Xbox под названием Xbox Developer Direct, в котором должны были рассказать о Ред Фолле, о Форзе, показать какую-то новую игру. Все это должно было уже уложиться в 40 минут и в целом это так и произошло. Сначала был показан новый Майнкрафт Легенды, который напоминает что-то типа стратегии, в которой ты должен вместе со своими товарищами отбиваться, защищаться и атаковать те или иные позиции врагов. К этому анонсу, если честно, я отнесся крайне холодно, поскольку я не любитель вселенной Майны и концепция проекта также меня лично не привлекла, но для тех, кто такое любит, почему бы и нет. Выйдет проект, если что, 18 апреля в этом году, ее, кстати, по-моему, обсуждали после презентации меньше всего и мне почему-то кажется, что проект, ну, не особо выстрелит. После нас ждала Forza Motorsports и с нами поделились некими подробностями, показав как и новые, так и старые кадры. Нам стало известно, что в игре будет 20 стартовых трасс, более 500 машин на релизе, игра получит динамическую смену дня и ночи, а также погодных условий. Конечно же, 4К и 60 FPS, куда же без них все-таки на X-Gen, и будет, кстати, поддержка трассировка лучей еще. Поговорят, что материалы и шейдеры якобы созданы прям с нуля и оптимизированы опять же по трассировку лучей, и сказали, что в этой части звук будет намного лучше, чем в предыдущих сериях Forza. В общем, на словах будет мега развитие, которое пока, если честно, не понять через экран, и данный показ, ну, наверное, не был каким-то удивительным, поскольку все знают про новую Forza, все ждут новую Forza, и, соответственно, все его хотят уже наконец-таки пощупать, а не смотреть на какие-то маленькие фрагментики. То есть, как по мне, Forza не хватило какого-то реально долгого кеймплея, чтобы понять физику, какие-то, знаете, сравнительные, может быть, моменты. Единственное, видно, что наконец-таки будет полная трассировка лучей, и выглядит она достаточно уматно. Это, по-моему, будет один из первых Xbox-проектов, который будет поддерживать трассировку лучей, и она будет действительно видна, поскольку то, что выходило до этого, впечатление вау, ну, не вызывало. В общем, любителям гонок вполне должно зайти, единственное, пока без конкретной даты. 23-й год, и все. А очень жаль, но, вероятнее всего, она выйдет где-то, ну, может быть, к сентябрю-ноябрю, как-то так вот. После нас ждал мега сюрприз, новая игра, которая называется Hi-Fi Rush. Хоть убейте, но эту игру мне хочется называть Wi-Fi Rush. Которая рассказывает историю про персонажа Чай, за которого нужно мочить роботов под ритм. Лично меня этот проект привлек сразу, достаточно яркая картинка, клевый визуальный стиль, одиночное прохождение, и еще прикольно то, что видит атмосферой Sunset Overdrive. По-моему, у многих такое впечатление сложилось после трейлера. Ну, все-таки рок-н-ролл же. Но самое вау этого проекта было в том, что он стал доступен практически сразу после презы. Да, только анонсировали, и он уже вышел. Это было очень круто с точки зрения эффектности. У меня даже появилась та самая ностальгия годов, по-моему, 2016-х, когда Майки заанонсили обратную совместимость, и сразу же после презы включили ее. В общем, это было реально очень эффектно, и спасибо Майкам за такой сюрприз и впечатление. Кстати, в саму игру я успел и поиграть, и скажу так, в ней хорошая оптимизация, прикольный визуальный стиль и клевая идея. Но чувство ритма я пока не прочувствовал, лишь увидел его на экране. Может быть, я, конечно, валенок, но пока я не смог в нее залипнуть, лишь пока радуюсь, что она хотя бы вышла, и вышло хоть что-то на Xbox в последнее время. За русские субтитры тоже большая благодарочка. Вероятнее всего, и в будущем все игры от беседки будут как минимум субтитрами, и если что, это мое предположение, поэтому это не официальная информация. А вот выход игры только на Xbox Series, ну, немножко непонятно. Видимо, Microsoft уже открыто начинает забивать на Xbox One, типа, хотите новые игры, покупайте Series. На самом деле, для такого уровня проекта это немножко странно, ибо его они могли бы без проблем выпустить и для старого поколения, поскольку та же плойка 4, ну, тянет бога войны Рагнарёк. А тут, как бы, не такую масштабную игру выказывают для Нексгена. Не очень понимаю это решение, но Нексген есть Нексген, все же надо двигаться вперед. Но в любом случае, за игру респект, обязательно ее пройду. После был показан Redfall, который должен был выйти в 2022 году. И признаться, меня начинает привлекать этот проект все больше, ибо там кооператив, и что-то соскучился по коопу, и исходя из того, что у каждого из персов будут способности, взаимодействия между друг другом будет, мне кажется, достаточно. Единственное, по показанному геймплею стало видно, что визуально картинка мало чем изменилась пока с 2022 года. Все такие же какие-то странные резкие, будто не вылизанные анимации. Очень спорная стрельба, которая кажется, во-первых, бесчувственной, и во-вторых, топорной. В общем, импакт кажется потерян. И признаться, пока сложно сказать, какой выйдет проект в итоге, ибо Arkane никогда не умела продавать свои проекты внешне. Возможно, она будет интереснее при игре, поэтому тут нужно просто дождаться. Также, если честно, вызываются вопросы к ботам, которые тупо стоят и потом просто испепеляются. В общем, игра вызывает очень спорное впечатление, и сумеют ли разработчики предоставить хороший опыт от игры, ну пока под вопросом. Кстати, выйдет она в мае, за это спасибо, что хотя бы у этой игры есть конкретная дата. И очень надеюсь, что она не будет тупой бездушной дрочильней по типу Back 4 Blood, хотя внешне она такой и кажется. Под конец нас ждало новое дополнение для Elden Scrolls Online под названием Necrom, а еще дали бесплатный доступ ко всем 20 ДЛС на время. Тут же игроки разбились на три лагеря, те, кто были этому рад, те, кому было все равно, ну и те, кто осуждали тех, кому было все равно. Поэтому, да, эксперты говорят, что если вы не играли в Elden Scrolls Online, то с вами не о чем даже разговаривать. Ну нету смысла, вы просто некомпетентны. Так решили эксперты, поэтому претензии не принимаются. И в целом это все то, что было показано на презентации. Подборку Xbox не показали, но она сразу же появилась после нее, и вот в принципе вы можете ее оценить на экране. С новой игрой, если честно, она выглядит вполне неплохо. Наконец-таки завезли Hot Wheels, игру про Джуджо, Джуджофаги обрадовались, да? Но конкретно с Агентом 0.7 я вообще чутарнул. Вместо реально какого-то пересмысления или, ну, достаточно значимого апгрейда, мы получили 60 FPS и наложенные четкие текстуры. Ну, зато классика. В общем, преза была довольно-таки активной, в хорошем темпе, и в ней было самое главное. Все это шло в перемешку с фрагментами из игр. И всякой бессмысленной болтовни от разработчиков было, ну, не так много, поэтому прям с этим все было гуд. Кто 25 января ожидал показ какого-то Старфилда, там, не знаю, Гири 6, GTA 6, но, извините меня, как бы эта презентация сразу предназначалась не про это. Это была просто мини-презентация, но в которой не надо было въедеть какие-то ожидания. То есть все ожидания надо было поделить на 2 и умножить на 0 желательно. То есть, по факту, от нее ждать что-то мега невероятного, как некоторые ждали, ну, реально не стоило. Это вам не E3, это не какой-то Gamescom, соответственно, это просто мини-презентация про проекты, которые уже известны, плюс какой-то маленький анонс. В целом, я считаю, что преза у них получилась. Она была насыщенной, я бы сказал, не скучной, как по мне, она была одна из лучших мини-през за последнее время, поскольку вспоминается XO 2019, по-моему, года, которая была до выхода Xbox Series, которую они еще прикрыли потом сразу же. Там было просто куча всяких проектов, в итоге некоторые из них до сих пор не вышли, и большинство из них это были маленькие проекты, о которых, мне кажется, многие даже и не помнят. Тут же вот вам чутка Forza, вот Redfall и вот совсем новая игра, которую вы можете поиграть сразу же после стрима. Как по мне, ну, было ништяк. Какой вывод с этой презентации можно выделить? Ну, во-первых, то, что игроков на Xbox ждет ровно то же самое, что и должно было выйти в 2022 году, да. И, помимо всего, она, скорее всего, ждет множество не особо масштабных, но прикольных проектов по типу Hi-Fi Rush. Вот за такие проекты, если честно, я всеми руками за, если, опять же, они будут идти вперемешку с ААА-проектами. Но, знаете, смотря на подобные проекты, если честно, складывается двоякое ощущение, будто в игровой индустрии настолько стало все пресно, что какие-то простенькие, но прикольные игры вызывают уже эффект вау. То есть у меня в этом году, с точки зрения каких-то игр, ну, реально занижены требования. Что касаемо Annex Gen и оправдания 12 Тарафлос, ну, пока на это тянет лишь Forza и проекты, которые фиг знает когда выйдут, а именно Hellblade 2, Gear 6 и так далее. Но о них пока ни слух ни духу. Если же задаться вопросом, а какие бы игры с презы я бы с нетерпением и ждал, и купил, и какая из них батит на покупку Xbox, то мне кажется, если бы там Hi-Fi Rush не вышла, то мне все равно было бы интересно на нее посмотреть. Интересно было бы посмотреть на Forza, но покупать, наверное, эти игры я бы не стал. То есть благодаря подписке Game Pass я могу просто поиграть в эти игры, если надоест просто удалить и ни о чем не жалеть. То есть в этом году, как по мне, подписка, ну, должна точно окупиться. А какая игра из показанных продает Xbox? Ну, опять же, наверное, только Forza, поскольку остальные проекты и даже тот самый знаменитый базовый Add-in Scrolls Online, ну, для него погоды особо не делают. И, если честно, не видел экспертов, которые бы на Xbox играли в него и мега всем советовали ради него купить там Xbox или как-то завлечь. Да, прикольно, но проект не для всех. В общем, если честно, я остался доволен этой презентацией. Да, она была не прям какой-то идеальной, всех масштабной, что обязательной к просмотру, но так или иначе, она, мне кажется, заслуживает твердой четверки из пяти. Если Microsoft будут делать такие презентации хотя бы раз в квартал, им это пойдет на пользу, поскольку игроки хотя бы будут знать, что с проектами творится, как они выглядят, какие там совершенства делаются, что они там вообще из себя представляют. И, как минимум, мы уже перестанем гадать на кофейне Гуще, какой же там офигенно масштабный выйдет Starfield. Кстати, о нем обещают рассказать уже в марте, да. К тому же, сама презентация получилась без хайпа, и, соответственно, я очень рад, что у меня были даже занижены ожидания к этой презентации, и от полученных эмоций я, если честно, кайфанул. В общем, пока Microsoft в медиаплане, как по мне, двигаются в правильном направлении, если это продолжится, это будет хорошо. На этом, в принципе, все. Если понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и пишите свое мнение в комментариях, как вам презентация, что понравилось, заценили ли вы Hi-Fi Rush, и большое спасибо вам за просмотр. Пока-пока. Пока-пока.